Садоводство в баротравме это отдельный вид садомазохизма по трём причинам. Первое, это то, что вам по сути некогда этим заниматься на корабле. Второе, вам постоянно приходится слышать от саппортийцев, что его тошнит из-за фруктов или на корабле внезапно очередной пожар, который сжёг все баллоны с газом. И третье, вас постоянно разрывает от желания помочь команде от того, что ваш корабль идёт камнем ко дну, но цветочки сами себя не польют, а то вдруг ещё завянут. А перед началом нашего видосика не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, там мы выкладываем все актуальные новости из мира игр и техники, а также анонсы видосиков. Итак, садоводство. В недавнем обновлении добавили возможность сажать цветочки, и нафига они вам спрашиваются, опять же по трём причинам. Первое, вам нечего делать на корабле, допустим вы медик на огромном судне. Второе, выращивать плоды приносят дополнительную копеечку команде при продаже. Третье, если вы механик, которому нужны постоянно ресурсы для деконструктора с его перком. Я являюсь третьим, так как на корабле я и боевик, и механик, и врач, и садовод. Есть ещё четвёртая причина, но она крайне редкая, если вы выращиваете питомцев, которые как раз кушают фруктики. С чего мы начнём наше садоводчество? А именно с крафта небольшого ящика для рассады, куда мы и будем сажать семена. Вы его можете купить у торговца, а можете скрафтить его в фабрикаторе за две стали и один пластик. Дальше забираем его, как больше одной штуки он не крафтится, и идём его устанавливать. Зажимаем кнопку и выбираем, куда его установить. Начнём с горизонтали. Вы должны понимать для себя, вы работаете на количество или на красоту. Ну красота, конечно, относительное явление, по причине того, что эти растения выглядят как балластная флора. Если вы работаете на количество, то ставьте за одну клеточку друг от друга, чтобы вместилось максимум. Дальше по вертикали. Мой личный совет, ставьте как можно ниже в пол, так ваши плоды будут меньше разбиваться. Дальше идут семена. Их четыре вида. Ну есть ещё пятый. Это банан. Он нужен для крафта робота-клоуна. И также он требует их репутацию. Абсолютно бесполезная хрень, так что даже не думайте это крафтить. Где взять семена? Купить на аванпостах или найти в мешочках с семенами. Где их, кстати, и хранить можно. Он также крафтится за две нитки. Они лежат на разных подлодках или базах. Итак, семена. Это первое семя бич-раптора. Растение вырастает с нуля без подкормки за 1 час и 30 минут. Превращается в труху за 11 минут при затоплении корабля. Выдаёт 8 плодов в час, из которых может быть либо бич-раптора с 40% шансом, или мутировавшие бич-раптора с 60% шансом, который взрывается, если не успеть его собрать. Мутировавшие фрукты продать нельзя, только переработать. Второе. Это семя взрывного граната. Растение вырастает с нуля за 55 минут, превращается в труху за 15 минут, выдаёт 8 плодов в час, с шансом в 95% выдаёт взрывной гранат и с шансом в 5% выдаёт мутированный взрывной гранат, который устроит вам такой пожар на корабле, что... Мамы не горят, так что держите рядом всегда огнетушитель. Третье. Семя солевой лозы. Вырастает с нуля за 38 минут, гниёт за 17 минут, выдаёт 2 плода в час, даёт солевую луковицу с шансом в 100%, которая если прикоснётся к любой в воде, то она взрывается. Так что не советую её сажать, например, там, где есть насосы, или где точно будет затопление. И последнее, четвёртое. Это семя табачной лозы. Вырастает за 2 часа, гниёт за 14 минут, выдаёт 2 плода в час, даёт табачный бутон, по факту самое безопасное растение, но очень медленно растёт и даёт очень мало плодов. Чтобы посадить семечко, нужно взять семечко в руки и нажать левой кнопкой мыши по ящику для рассады. Если вам не нравится растение, или вы посадили не то, или оно скопытилось, то также левой кнопкой мыши можем демонтировать это самое растение. Если вы его уже посадили и демонтировали, то семечко обратно вам не вернётся. Посадили, молодцы, идём дальше. По возможности, мы его должны удобрить. Нет удобрения, не беда, оно вырастет и так. Просто удобрение ускоряет рост в 2 раза. Основная проблема в том, что для крафта удобрения требуется уран, и хватает его на несколько раз удобрить. Просто крафтить его не советую. Его можно также найти в обломках на базах. И последнее, что нам нужно, это лейка. Крафтится также в фабрикаторе, или можно купить у торговцев. Стоит 2 стали и 1 пластик, он нужен, чтобы поливать растения. Хоть они и долго могут быть без воды, но лучше периодически поливайте. По моим наблюдениям, больше всего воды потребляет солевая лоза и взрывной гранат. Поливать растения вы можете даже на затопленном судне, так как если вы понимаете, что чинить еще долго, полейте растения и идите дальше чиниться, иначе все засохнет от соленой воды. Итак, периодически мы собираем выпавшие плоды, и нам нужно их складировать. Советую в ящик на стойке это все складывать, но солевые плоды нужно класть только в водонепроницаемые ящики. При пожаре в любом ящике все плоды сгорают. Также, если вы бежите с ящиком и упали с высоты, то фрукты портятся наполовину, и их можно только на переработку. Насобирали плодов и приплыли на аванпост. Тут есть три пути. Для неленивых просто продать плоды, самое меньшее количество денег. Второе, все впихнуть в деконструктор, в механику, и он с перком сможет с 20% шансом удвоить лут. Тут уже как повезет. У меня на каждые 20 плодов примерно по 2-4 бонусных итема при распылении. И третий вариант, это скрафтить из всего этого полезные вещи. Из четырех, бичей раптора, получаем экстракт бича раптора в медицинском фабрикаторе. Хорош против раптора, но на самом деле нет. Из трех табачных бутонов получаем табак в фабрикаторе, который капитан может в трубке раскурить, чтобы получить эффект против психоза. Из солевой лозы мы можем получить натрий, который соединив с хлором, купленным у торговцем, получаем соляной раствор в медицинском фабрикаторе против кровотечений, или, например, натрий, он нужен для динамита. Из трех взрывных гранатов на медицинском фабрикаторе мы можем сделать экстракт взрывного граната, который лечит как опиум, тока гораздо слабее, против легких ран, но от него нет зависимости. Промежуточный итог по продаже. Сейчас я не учитываю шанс двойного лута от механика на деконструкторе. Расчет я веду по цене конечной продажи, то есть, допустим, от экстракта бича раптора, солевая луковица по себестоимости. Также цены могут различаться на различных аванпостах. И также я не учитываю пир капитана, но увеличенную стоимость продажи вещей. Итак, первое, бич раптора. Первое, ресурсы, семя плюс углерод, продается за 12 кредитов. Плод, 12 кредитов. И третье, итоговый продукт, 79 кредитов. Делается из четырех бич рапторов, это примерно 20 кредитов. Второе, солевая луковица. Ресурсы, 19 кредитов, луковица, 20 кредитов. Третье, взрывной гранат. Ресурсы, семя плюс углерод, 12 кредитов. Плод продается за 6 кредитов. Итоговый продукт, 25 кредитов. Делается из трех гранатов, итого 7 кредитов. Четвертое, табачный бутон. Ресурсы, семя плюс углерод, 12 кредитов. Плод, 12 кредитов. Итоговый продукт, 38 делается из трех бутонов, это 13 кредитов. Получается, самые выгодные, это экстракт бича раптора и солевая луковица потом идет пакет трубочного табака и замыкая все взрывной гранат теперь по полезности ну тут все если честно бесполезная но кроме натрия из солевой лозы для солевого раствора экстракт бича раптора не показал достаточной эффективности но это уже будет отдельные тесты табак хорош для капитана если хотите ему конечно же вкалывать кучу инопланетной крови ну а экстракт взрывного граната хуже опиума по всем фронтам подведем итоги лучшие растения для выращивания это первое бич раптора дает часто плоды самый дорогой итоговый продукт но часто выпадают мутированные плоды которые взрываются до их подбора и самые неживучие если ваш корабль затопило второе табачная лоза самое неприхотливое растение табачные бутоны живучие гниет средне поливать не нужно часто минусы растет долго и дает мало плодов третье солевая лоза растет быстро дает мало плодов дольше всех гниет в воде но если вдруг вы не собрали плоды и у вас пробоина все плоды взорвутся что на земле что в обычных водопроницаемых ящиках четвертое взрывной гранат все показатели средние но вот пять процентов плода который сожгет вам все в ненужный момент просто перечеркивает все плюсы если вы этого не боитесь и вам нужен опиума заменитель ну тогда да выращивайте но мое личное мнение оно того не стоит ну а на этом все это была первая часть гайдов по баротравме и она закончилась ну к сожалению да с вас лайк и подписочка на канал и конечно же телеграм ссылочка будет в описании к видео так что всем удачи пока и до новых встреч